Джахар Дудаев, да помилует его Аллах, запрещал открывать ему дверь. Президент, понимаете, вот этот вот уровень как бы его президентства, он предполагает во всем этом мире, что этому человеку открывают дверь, он садится там, за ним закрывают. Кадыров и этот пресловутый путь Ахмата, это как раз путь борьбы с Сунной, борьбы с Исламом. Они начали весь свой путь предательский, они начали с этих лозунгов борьбы с Исламом. Изначально он себя позиционировал как противник Ислама, он когда у нас... Гетеборг. Саламу алейкум, Тумсо. Видел видео подъемщика ноги в авто? Субханаллах, как их лаунизил. Валейкум ассаляму. Я видел это видео. Сначала думал осветить эту тему в эфире, потом подумал, что да не стоит этого делать. Если кто не видел, там есть такое видео, где Кадыров садится в машину, и этот его охранник, его шестерка, назовем, наверное, своими именами, Волокей, он что-то делает, ну, из-за двери не видно конкретно, что он там ему поднимал, я по крайней мере не заметил, но такое ощущение складывается, что он его ногу как-то помогал ему вот эту ногу в машину положить. И уже появились приколы, мемы на эту тему, как, например, объявление на Авито, что ну, нужен ли, значит, подъемщик ноги, укладчик ноги в автомобиль, что-то такое, квалификация, там, опыт работы и так далее. Ну, это было бы смешно, наверное, если бы не было так грустно. Улоги. Улоги. В нашем народе не было подобных вещей, это настолько неприятно за всем этим наблюдать, у нас никогда этого не было, мы как-то на уровне ДНК, что ли, мы противились вот подобному раболепию. Это было позорно не только для того, кто это делает, но и для того, для кого это делают, понимаете, это одинаково было недопустимо. Джохар Дудаев, да помилует его Аллах, запрещал открывать ему дверь. Президент, понимаете, вот этот вот уровень, как бы его президентства, он предполагает во всем этом мире, что этому человеку открывают дверь, он садится там, за ним закрывают. Это некий статус, да, и с этим можно было бы согласиться, сказать, ну да, это же президент, для него это допустимо, это можно. Но даже это считалось у нас недопустимо. Неужели я сам не могу открыть себе дверь? То есть вот такое было понимание. И Джохар считал, как и любой чеченец, считал, что дать для себя открыть дверь, это не только недопустимо для того, кто ее открывает, но и для него самого это унизительно. Джохар запретил, Джохар сам себе открывал дверь своего автомобиля и сам ее закрывал. А сейчас происходит то, что нам настолько для нас чуждо, никогда у нас этого не было, и это делается с какой-то гордостью, что ли, как будто бы это вот некое достоинство такое. Я вот, я вытер обувь своему, там, этому потешаху, и вот этот, значит, эту тряпочку, которую я вытер ему обувью, я ее теперь буду хранить, мои потомки будут передавать эту тряпочку от детей, от отцов к сыновьям и так далее. Я, это я вот этими своими руками, значит, эту его ногу помог ему положить в автомобиль, и теперь все будут гордиться тем, что мой отец там помогал класть эту ногу. Я не знаю, откуда это взялось, я думаю, Кадыров вдохновляется вот этими сериалами османскими, про Османскую империю и так далее. И лучше бы, конечно, было бы вдохновляться какими-то достойными моментами, которые были, безусловно, были в Османской империи, но он почему-то берет оттуда именно самый недостойный. Вот это вот присмыкание перед падишахом, вылизывание его, целование ему руки, этого перстня, вот эти вот вещи, когда он что-то там называет, что-то имя-то встает, вот эти моменты, которые для нас, они настолько, как бы, чуждые, неприемлемые, они, к сожалению, у нас как-то вот в их, по крайней мере, кругах, они внедрены, и, ну, хочешь не хочешь, ты начинаешь к этому привыкать на самом деле. Хоть я и понимаю, да, что это неправильно, это чушь-то, но уже, вот сейчас я увидел, допустим, что он ему ногу, да, там, помогал в машину положить, через, ну, в следующий раз что-то такое мы увидим, мы уже не удивимся этому. И вот это, таким образом, это, как бы, прививается, становится какой-то обыденностью. Надо вдохновляться не тюрками, а сунной пророка, саляму, но сунной пророка, саляму, вдохновляются мусульмане. Брат мой, это немножко не про тех людей мы с тобой сейчас говорим. Там люди, которые борются с сунной познаниями Аллаха, или мой господинь Аллаха. Кадыров и этот пресловутый путь Ахмата, это как раз путь борьбы с сунной, борьбы с исламом. Они начали свою, вот этот весь свой путь, предательский, они начали с этих лозунгов борьбы с исламом. Изначально он себя позиционировал как противник ислама. Он, когда у нас пытались привести наше государство, наше законодательство, исполнительную, законодательную, судебную власть, привести ее в соответствии с исламом, с нормами шариата. Именно муфтий воспротивился этому, муфтий республики, им на тот момент являлся Ахмад Кадыров, который наоборот должен был быть инициатором этого. Он воспротивился этому, он начал делить наш народ на ваххабитов, не ваххабитов. Он стал говорить, кстати, опять вот вдумайтесь в это, будучи муфтием, он употреблял такие слова, как исламист. Он говорит, исламист, сегодня готовят один материал, который я вам сейчас чуть позже покажу. Я наткнулся на его интервью, где он говорит, он говорит, ваххабиты, экстремисты, исламисты. Представьте себе, как может мы, мусульмане, которые наоборот должны противостоять такой терминологии, чтобы такие вещи, чтобы ислам никогда, ислам не делали нарицательным. Знаете, вот это слово исламист, что это значит? Как это понять? Экстремист понятно, террорист понятно, а исламист, как это понять? И вот муфтий, который должен этому противостоять, он наоборот, в своем лексиконе, он использует эти термины. Поэтому они с самого начала боролись именно с исламом, с сунной, они боролись с теми людьми, которые пытались следовать сунне, которые пытались быть похожими на пророка, мир ему и цени Аллаха. Они целенаправленно выслеживали и продолжают это делать. Людей, которые, допустим, носили длинные бороды, укорачивали свои усы и подворачивали свои штаны. Таких людей выслеживали их, убивали их, уничтожали. Таков этот их пресловутый путь. Употребляет ли Кадыров спиртное? Как-то я видел в интернете, как он пьет. Друзья, ну мы с ним за одним столом не сидели, не бухали, как говорится. Я не знаю, конечно, я не ловил его за руку, чтобы он именно пил. Но, если честно, это не тот вопрос, который, в принципе, волнует меня и вообще должен волновать нас. Лучше бы он там бухал, наркоманил, занимался бы чем угодно, но не совершал бы преступлений. Это было бы лучше. Поэтому мы не должны копаться в этих вопросах, бухает он или нет. Да, есть какие-то моменты, где мы его видели, было застолье. Но судмедэкспертизу, в его крови алкоголь мы никто не проверяли, поэтому я не знаю. Эти вопросы меня не интересуют. Я вообще начинаю обращать внимание на подобные вещи, как личные какие-то грехи Кадырова, только тогда, когда он за подобное начинает кого-то там отрывать, унижать. Тогда я говорю, эй, ты что такое говоришь, ты же сам тем же самым занимаешься. Ты о чем? Причем, если бы не вот эти вот его моменты, когда он пытается пристыдить людей за то, что они что-то там обычаи наши какие-то нарушают, я бы вообще никогда не обращал внимания на эти его моменты. С его гулянки, с девушками, его сюсюканье со своей семьей, со своей женой, кормление с ложечки. Я бы никогда на эти вещи не обратил бы внимания. Пускай сходит с ума как хочет. Томсо, ты как-то говорил, что не против, если Дагестан разделится на несколько государств в Лизгистан, Варистан и так далее. Разве ислам не призывает нас к объединению, а политика разделяя и властвуй наших врагов? Если говорить об этом как о разделении, то да, но я-то имею в виду, чтобы они могли быть разными государствами, но при этом объединены в единый союз. То есть я не говорю об этом как о разделении. Понимаете, вопрос политический, вопрос устройства государств и так далее, это не тот вопрос, который регламентирован в исламе. И он возвращается к теме пользы и вреда. Если сейчас для мусульман этого мира, допустим, благом является быть одним государством, то они должны быть одним государством. Но если для них сегодня благом, то есть выгодно им быть сегодня сотни государств, но при этом будучи братьями в едином союзе, то пусть они будут сотни государств. Такой подход к этому у ислама. Поэтому я говорю сейчас на Кавказе, если, допустим, дагестанские народы, они видят для себя благо в том, чтобы иметь у каждого свое государство, независимое, но при этом быть там всем в едином союзе, и в этом есть благо, никаких проблем. Пусть будет так. Я лишь, говоря об этом, я лишь говорю, что я не хочу за дагестанцев решать, какая форма у них должна быть. Дагестанцы хотят быть едины в рамках этого Дагестана. Пусть будут таковыми. Если они видят благо в том, чтобы разделиться, допустим, на несколько республик, но при этом опять-таки быть вместе, быть в союзе, никаких проблем. Пусть будет так. Вопрос пользы и вреда, он возвращается к нынешней ситуации. Давайте представим себе, что, допустим, Дагестан вот такой вот, какой он сейчас есть, единый, но при этом территории Лизгистана, например, которые сейчас входят в Азербайджан, они остаются вне Дагестана. Либо отдельный Лизгистан с этими вместе территориями, то есть большой Лизгистан, и территории Дагестана, и территории, которые сейчас входят в Дагестан, и территории, которые входят в Азербайджан. Это единый Лизгистан, Аваристан и так далее. Что лучше? Конечно, лучше было бы вот это второе решение. В этом случае, возвращаясь к пользе и вреду, мы видим, что сейчас, да, вот это для нас выгоднее. Конечно, мы выбираем это. Хотя основа, конечно, была бы в том, чтобы мы все были едины, но реальность, к сожалению, такова, что сейчас это невозможно просто реализовать. Поэтому мы должны делать то, что сейчас более для нас реально, то, что для нас более выгодно на данный момент, то, что приведет нас к меньшим потерям, чтобы не было у нас внутри каких-то противоречий, борьбы за власть и так далее. И самое, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, разумное решение – это дать каждому народу, дать суверенитет, чтобы у них были свои правящие элиты, сами они выбирали. И при этом все были бы в едином союзе, у этого единого союза было бы свое общее одно управление, которое, вот как по примеру Европейского союза, да, формируется, есть Еврокомиссия, Еврейский совет, Европейский парламент. То есть точно такие же органы, но при этом у каждого есть свой суверенитет, есть внутренняя и внешняя политика. Видите, давайте посмотрим на Европейский союз. Если мы сейчас скажем, что для них лучше было бы объединиться и создать одно единое государство – Европа, с одним управлением, там один правитель, одно правительство, то на самом-то деле, как только кто-то выступил бы с такой идеей, этот Европейский союз бы развалился. Допустим, если бы сказали бы французы, мы будем теперь правителями, вы все у нас подчиненные, все, немцы моментально против поляк и так далее. То есть у них бы произошел раскол, и весь этот союз, он бы рухнул. Сегодня это очень мощное такое монолитное образование, он бы рухнул моментально. Вот чтобы подобное не произошло, чтобы не было вот этих претензий, кто «мы должны там быть уля», «вы должны быть уля», чтобы этого не было, но при этом все были и вместе в едином союзе, сейчас это самое такое рациональное, приемлемое решение, на мой взгляд. Тумсо, тебе не кажется, что было бы лучше, если бы Хаттаб и Басаевы пошли на Гудермес, а не Дагестан? Ведь им вполне было бы по силам зачистить Гудермес от ямадаевцев. Слушай, сейчас, конечно, задним числом рассуждать об этом легко. Сейчас, конечно, я согласен с тем, что лучше бы тогда Ямадаевых, и Кадыровых, Хамбиевых, вот всех тех, кто сейчас стал предателями, если бы их тогда зачистили, реально, уничтожили, было бы, конечно, хорошо, у нас не было бы этих предателей. Но на тот момент никто этого не знал, на тот момент Ямадаев был командующим, по-моему, ну, не всей нацгвардии, но какой-то частью нацгвардии он, по-моему, там командовал. Во время войны, когда у нас началась Вторая война, он вообще был там командующим сектора. То есть, никто не знал, что они предатели. Если бы эти вещи были бы известны, то, конечно, было бы хорошо, если бы тогда с ними вопросы порешали. Тумсо, ты мой враг и враг России, почему тобой не занимается ФСБ? Так как они еще должны мной заниматься? Уголовное дело есть, Винтерпол пытаются подать, вернуть меня в Россию, наказать пытаются. Как они еще должны мной заниматься? Тумсо, ты и дальше будешь утверждать, что в Украине нет нацистов, когда Зеленский назначил главного советника, главнокомандующего ВСУ, фашиста Яроша, что нет у них маршей неонацистов в центре Киева и так далее. Я никогда не утверждал, что там нет нацистов. Они, наверное, есть везде, люди с какими-то убеждениями нацистскими. Но вот то, что это страна, которые управляют неонацистами, это, конечно, неправда. Что там какие-то марши неонацистов проходят, ну, не знаю, я, по крайней мере, не видел. Но даже если подобное происходит, ну, и в США происходит то же самое, там и марши могут проводить, и все что угодно, и эти люди там есть, и другие есть, и расисты есть, и все есть. Но никто ведь не называет Америку страной нацизма, расизма. Почему Украина является исключением? Да, там наверняка есть люди и хорошие, и плохие, и с такими убеждениями, и с этакими. Но такое государство. А что касается Яроша, то я не знаком с его идеологией, я понятия не имею. Кто он? Если его назначили, ну, значит, в этом увидели пользу. Томсо, 10 раз тебя спрашиваю, чем Масхадов отличается от тех чеченцев, которые сейчас служат в армии РФ, ведь он тоже служил в армии РФ и уволился в 92-м из армии РФ. Но небольшая поправка, Масхадов не служил никогда в армии РФ, он служил в армии Советского Союза и увольнялся он тоже из армии Советского Союза. Но это не меняет вообще в целом сути. Чем он отличается? Тем, что он оттуда ушел, и когда пришел час, настал тот час, когда нужно было выйти против этой армии и бороться с ней, он вышел и поборолся с ней. Если бы он этого не сделал, то он бы ничем не отличался, он был бы точно таким же, как и вот те, кто сейчас там служат. Но то, что он вышел и сразился против них, это сделало его нашим героем. И те, кто сейчас там служат, если они выйдут оттуда и сразятся с этой армией, они тоже будут нашими героями. Ибраин, как относишься к мигрантам, которые пытаются прорваться в Европу и видишь ли ты здесь российский след? Насчет следа здесь, я думаю, вообще сомнений никаких нет. Мы понимаем, что Беларусь целенаправленно пытается таким образом воздействовать на Европу, чтобы заставить их сесть с ними за стол переговоров, таким образом признать его легитимность. И это такой инструмент давления на Европу. Мелкопакостный такой, не совсем, наверное, серьезный, но это реально то, что сегодня доступно Лукашенко, и он это использует. Когда говорим Лукашенко, мы, конечно же, подразумеваем за ним и Путина, и Россию. Понятно, что это их общие интересы. И они сейчас занимаются вот таким целенаправленным бомбардированием этой границы. А как я к ним отношусь? Да никак. Я считаю, что эти люди стали такой разменной монетой, инструментом в руках этих тиранов. К сожалению, они на это купились. К сожалению, они какими-то обманными путями и надеясь, что они таким образом пробьются, приехали. То, что их не пропускают, их не принимают, это, конечно, неправильно. Понятно, что любой человек имеет право на то, чтобы просить убежище. Ему должно быть предоставлено это право, его должны принять и дальше уже рассматривать, если он не заслуживает его выдворять. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это как бы неординарная, нестандартная ситуация. То есть, это такой штурм этой границы. Эти страны тоже пытаются как-то защититься от подобного. Но я бы, конечно, все-таки был... Я являюсь, наверное, сторонником того, что этих людей надо было бы, как мне кажется, все-таки принять. От этого ничего страшного бы не произошло. В Польше не так много беженцев. Они и так в неделю пускали по одной-две семьи. То есть, не такое большое засилие беженцами в Польше. Я думаю, их можно было бы принять, разместить в этих лагерях. Далее уже там отфильтровывать. Чем устраивать вот эту вот ситуацию на границе. Там колючая проволока, возведение стены, подтягивание туда пограничных и иных войск. Польши туда уже потянули и полицию, и Министерство обороны, солдаты, кого там только нет. Это очень серьезное такое ЧП для страны. Туда даже перебросили каких-то других военных из других стран на поддержку. Чем все это делать, мне кажется, можно было бы сказать, окей, пусть едут. И чем самым они бы переиграли и Лукашенко, то есть, у него бы не получилось вот это вот обострение на границе. Он бы туда, да, засылал этих беженцев, а те бы их просто принимали, размещали в лагерях, далее по процедуре отфильтровывали, там депортировали, кто заслуживает, он бы оставался. Мне кажется, в этом было бы больше, наверное, пользы, чем то, что сейчас происходит. То, что сейчас происходит, это наоборот выгодно. Лукашенко, он видит, что его меры по воздействию на Европу, они работают, что он их напрягает, он это видит. А если бы не было этой напряженки на границе, то он бы этого не видел. Получилось бы, что то все, что он делает, это как бы не имеет смысла. Плюс еще, Белавия отказались теперь возить граждан Сирии, Йемена, Ирака, и, по-моему, Афганистана, если не ошибаюсь, из Турции. То есть, они же прилетают все из Турции на Беларусь. И вот сейчас, после того, как в Европе по этому поводу собрались и решили под санкции пустить авиакомпании Turkish Airlines и Белавия, ну, Turkish Airlines-то ладно, они-то отказались, я понимаю. Но Белавия тоже отказались, то есть, дали заднюю, получается. Сама Беларусь говорит, а, окей, окей, ребята, не применяйте санкции, мы не будем больше их возить. Но это как-то смешно получается, если честно. Продолжение следует...